Привет, мои любимые солнышки! Сегодня у нас очень интересное видео про обувь и про сумки. Обожаю такие видео, обожаю периодически пополнять плейлист. Он у меня как-то там называется что-то стиль, обувь, одежда, аксессуары, что-то такое стиль, да? Это прям про меня. Но сегодня удачный заказ с китайского сайта. Все, что я вам покажу, обошлось мне меньше, чем в 3000 рублей. И это просто вау! Заказ сайта ym.ru Ну, короче, я напишу, может, название пропишу, чтобы вы не спутали. Обалденный сайт, где есть что выбрать. Я вам покажу, что выбрала я. И там еще с Южным парком такие клевые были слепоны. И вообще всякие там с Симпсонами слепоны. Я понимаю, что я взрослая тетя. Но с другой стороны, если я сейчас не поношу какие-то слепоны дурацкие, когда я их буду носить в 50? Хотя, может, и в 50. Кто меня знает. Мне кажется, я буду очень веселой такой, знаете, старушонкой, пенсионеркой. Я буду такая вау! Вот. И буду внуков всех водить на рейв вечеринки. Первое, что я вам покажу, это... Ну, давайте с сумки начнем. Помните, я вам показывала видео, что в моей сумке мне написали, вот, Ксюша такая честная, показала рваную сумку. Да, Ксюша не честная. Ксюши другой сумки как бы и нет. Это не то, что я прям такая вот, ой, сейчас вот сумку тут свою продемонстрирую. Ну, так вышло, ну, правда, ну, порвалась. И у меня теперь есть новая сумочка. Она меньше размером, чем та. Это плохо. И она, видите, такая закругленная кверху. То есть, если бы она была прямо вот как та, та такая квадратная у меня, ну, помните, да, из Остина. Ну, это вот закругленная. Зато есть здесь наружный карман. Я обожаю, например, телефон положить отдельно. То есть, телефон я достаю постоянно из сумки. У меня, кстати, новый чехольчик, смотрите, какой с розочками. Ну, весна, вся фигня, надо там, что-нибудь нежненькое. То есть, вот сюда. Он поместится вообще? Да, поместится. Все. И мой телефон... Мне не надо открывать всю сумку, чтобы все видели мои влажные салфетки, и носовые платочки и прочее. Конечно, телефон у меня большеват. Видите, он так с трудом входит и выходит. Но, может, оно и к лучшему, знаете, не вытянут там неожиданно. Очень крутая сумка. Очень крутая. И это какой-то, походу, бренд. Потому что здесь внутри особенная подкладка. И я думаю, это что-то связано с медведями. Потому что, видите, вот здесь медведь. И медведи вот здесь внутри на подкладе. Медведи были на пыльниках. То есть, в сумке пришли в пыльниках. Вот в этих пакетах специальных. Очень круто. В коробочке. Ну, такая коробочка была для обеих сумок. Но все было очень круто упаковано. То есть, вот эти медведи, это, походу, какая-то там местная фирма. Что мы видим внутри? Уж коли мы заглянули. Мы видим вот такой просто карман для всякой ерунды. Я не знаю, для чего. Для жвачки у меня обычно такие карманы. И мы видим карманчик на молнии. Здесь я обычно храню паспорт. Ну, что-то такое, что я достаю нечасто. Но что должно быть в сумке? То есть, вот если смотреть вот так, она достаточно вместительная. Может быть, я бы хотела, чтобы она была длиннее. Но она очень классная. И вот если бы не золотая фурнитура, я не очень люблю золотую фурнитуру в принципе. Ну, правда. Ну, как-то это все дешевит. Но эта сумка выглядит как что-то прилично. Я ее достала из вот этих коробок, все из нее вытащила. И мама пришла, говорит, вау, что за сумка, откуда, что за магазин. Ну, я ей сказала, она говорит, сколько, сколько стоит, хочу такую сумку. Я говорю, ну, дешево стоит. Ну, она правда дешево стоит. И она в разных цветах есть. Белый, голубой. Кстати, такой можно белый взять прямо на лето. Будет отлично, кому нужна. Я просто себе белую сумку купила, я вам покажу. Ремешок. Очень хороший ремешок. Он толстый. Кто-то говорит, да, это почтальонская тема, но, господа. Вот, но зато это надежно, мне спокойней. То есть тут хорошая вот фурнитура сама по качеству. Цвет, конечно, стрёмный, да, но сама по качеству фурнитура отличная. Что это такое? Бей-бао-бао. Я не знаю, что это значит. Наверное, это что-то значит на местном языке. Вот, сумка отличная, ничем не пахла и выглядит реально клёво. Вот такое донышко. Супер. Мне очень нравится сумка огонь. Я ношу сумки кроссбоди, потому что у меня покатые плечи, у меня всё с плеча спадает. А носить в руках я не могу. Мне реально нужно две руки. Одной рукой я ловлю ребёнка, другой рукой я заскакиваю в маршрутку или ещё что-то. Ну, то есть, ну, как бы, понимаете, две руки нужны. Круто, круто. Ну, и как бы я создавала комплект и заказала вот такие слепончики с помадками. Посмотрите, с помадами красными. А, я прям блогер настоящий. Вот. Если вы посмотрите, вы увидите размер 245, что соответствует там 39 на сайте. Что это такое? Я не понимаю. Я измеряла стопу, и я реально покупала на свой размер. Я думала, что придёт мой. На самом деле, у меня палец где-то вот здесь заканчивается. То есть, они на меня здоровенные. Кто-то бы сказал, что это беда и провал. Я вам скажу, что на самом деле всё отлично. Дело в том, что так сейчас складываются обстоятельства, что я вынуждена носить ортопедические стельки. А эти стельки, сейчас я вам их покажу. Ну, я так, можно они не очень эстетично выглядят, я просто, да? Ну, вот так вот, такие небольшие. Эти стельки крадут очень много пространства в обуви. И если их вкладывать в обувь вашего размера, вы в ней уже не поместитесь. Вот эти вместе со стельками нормально на мне сидят. Они мне не давят мизинцы, как обычно. У меня всё, у меня постоянно мизинцы и большой палец. Мне там хоть педикюр не делай. У меня там лак слезает от того, что вечно что-то упираюсь где-то. Обалденные, дико удобные, толстая подошва. Они мягенькие, они тканевые, они дышат. Сзади вот такая ещё блестящая полосочка, за каким хреном непонятно, но они её сделали. Ладно, будем уже носить так. Суперовски. Вот серьёзно. Я просто хотела вам показать, я только по дому не ходила, я вам хотела показать, когда ещё чистенькая подошва. Потому что я один раз пробегусь по детской площадке, по песочку, и уже всё, как бы будет не такая первозданная чистота. Супер, ссылка будет внизу. Кто ищет, посмотрите. Но там есть очень крутые слепоны со всякими там персонажами, героями. Вот если вы ищете что-то такое, вы такой как бы человек свободный в этом плане, возьмите себе что-нибудь прикольное. Я не стала рисковать, но, возможно, я закажу себе тоже что-нибудь такое. Давайте тему обуви продолжим и закончим. Это будет странный для многих выбор, не все меня поймут. Это вот такие белые слепоны. Кто-то скажет, ну что, обычные белые слепоны, а чем они отличаются от всех остальных? Дело в том, что они, может быть, на фото, на видео вам, да, кажется и ничего, тогда вот я смотрю. Но, друзья мои, это обувь для стардома. То есть они выглядят как обувь больного человека, который долго находится на лечении в больнице. Или это обувь врача, да, который под хирургический костюм надевает какую-то обувь, которую можно мыть. Честно, они выглядят плохо, но это самая удобная обувь, которая у меня была в жизни. Они удобнее, чем мои комнатные тапки, которые на меня надеты. После того, как я вкладываю в них вот эту вот стельку, и они становятся, ну, они, во-первых, корабли огромные, да, вы понимаете. У меня палец где-то вот здесь, я вам, может, на видео вставлю кусочек видео, покажу. У меня палец где-то вот здесь. И проблема в том, что здесь очень мягкая вот эта вот кожа, ну, это не кожа, ткань какая-то, ну, какая же она мягенькая, она так дышит, очень круто. Видите, она вот так продавливается. То есть видно, где у меня заканчивается нога, и это все видно очень некрасиво, как бы, да. Но что делать, зато они удобные, лучше, чем домашние тапки. Супер! Вот когда нога устает, у меня просто проблемная стопа, у меня большой вес, да, ножка маленькая, вес большой. И вот чуть что, мне сразу все больно ходить, и я не могу. Вот эти офигенческие! Вот они как, как я не знаю, вот как будто их сделали для меня, под меня и вообще. Они не очень выглядят, знаете, остро-модно, да, ну, вы увидите на вставочке. Но какие же они удобные, мне себя жалко. Потом я прихожу вечером после, там, дня на ногах и говорю, блин, а жалко, свои ножички золотые. Ну, и, наверное, вы подумаете, что я была настолько разумна, что подобрала один комплект в черном цвете, и второй комплект в белом цвете. А вот и нифигашки. Ксюша, ну, я, точнее, как я планировала так сделать, но я увидела эту сумку, и она нихрена не подходит к вот тем слепонам, но она такая клевая. И она настолько клевая, что вероятность того, что она останется у меня крайне мала, потому что мама вчера, о, сумочка такая, о, хорошая сумка. Сумка реально классненькая. Мама тоже говорит, что, ну, как бы, я просто маме доверяю, она говорит всегда мне по-честному, она говорит, что сумка выглядит достаточно дорого. Ну, конечно, опять-то золотая фурнитура, но посмотрите, что за прелесть. Очень плотная, очень такая, как вам сказать, ну, она прям держит форму крутейшая. Здесь у нее ножки. Я уверена, что это вообще закос под какой-то бренд. Вот, я просто не разбираюсь в этих, знаете, всяких там коллекциях, в этом во всем. А, кстати, что еще касается внешнего убранства, да, сумки. Вот посмотрите, вот эти вот собачки на молниях, да, вот с такой штукой. И здесь еще висит вот такая штучка. Если вот эти вы никуда не снимете и не денете, то вот эту штуку, она на карабине, я вам советовала бы снять, потому что, ну, too much. Цепи, вот эти штуки, кисточка, золото, бриллианты, нет, это все, ну, чрезмерно, ну, правда. Ну, это не очень смотрится. Вот так вот открываем, и она внутри прям большая. Сюда влезет однозначно бутылочка воды моего ребенка, то есть супер. Это та же фигня с теми же мишками, то есть вот бей, бао, бао, и вот тут вот опять нарисован мишка. Но я не смогу вам его показать, наверное. Не смогу, но поверьте мне на слово, что тут есть мишка на замочке. Ну, блин, и зачем это показывать, ладно. Что мы имеем внутри? Смотри, вот такой один карман и вот такой карманчик на молнии, который я не в состоянии вам показать. То есть она открывается достаточно хорошо, вообще суперище, суперище. Можно сделать вот так вот, как будто это бантик, но что-то мне вот это не очень нравится. Я вот так вот перегоняю сюда, на одну сторону, да, или, допустим, вот тут вот на боку, и оставляю вот здесь эти завязочки. Ну, на мой взгляд, так как-то, ну, лучше смотрится. Ну, чем вот прям вот так. Сумка аккуратная, сумка опрятная. Если вам вот эта вот золотая надпись как-то вот вас раздражает, ну, носите вот этой стороной абсолютно гладкой. Они были еще, по-моему, черные. Не знаю, что будет на сайте. Сумка обалденная. Вот, серьезно. Она прям, ну, понятно, что это Китай, но реально она вот как будто какая-то прям суперприличная. И я вам так скажу. Она пахла. Когда я ее только вытащила, она пахла. Но не так адски, как бывают пахнут китайские вещи. Но чуть-чуть был какой-то запах. За день, наверное, он выветрился. Я нигде не держала в суперместе, ни на балконе, нет, просто лежала. И все выветрилось. Вот такая сумочка для приятных летних прогулок. Это все, что я хотела вам сегодня показать. Обязательно жду ваших комментариев по поводу моего идеального чувства стиля, моего вкуса и так далее. Обязательно пишите, что вы думаете по поводу этих вещей. Что вы думаете по поводу этой сумки. Если вы напишите, что как-то можно сочетать белую сумку, светлую сумку и белые слепоны, вы ошибаетесь. Я вам сразу покажу их, кстати, в сочетании. То есть, во-первых, фактура другая, во-вторых, цвет. Вы видите, то есть оно... Сейчас я понимаю, не обязательно попадает цвет в цвет, но тогда сумка выглядит как будто она грязная. А на самом деле она просто нежно, очень молочно-суфлейная такая. Я не знаю, если так говорят. Напишите, носите ли вы слепоны. Или вам кажется, что это обувь для действительно дома престарелых. Что вы думаете о сумочках кроссбоди? Носите, не носите. Удобно вам или неудобно? Пожалуйста, подпишитесь на меня в инстаграме, подпишитесь на мою группу ВКонтакте и на меня здесь на ютюбе. Я очень жду вашего лайка. Спасибо, что вы были со мной. Желаю вам всегда удобной обуви и клевых вместительных сумок. Спасибо, что были со мной. И пока.